Приветствую вас и психология отвергает идею о вещах снах. То есть нельзя сказать, что у вас именно вещий сон в позиции психологии, потому что сны не предсказывают будущее. Сны – это не результат работы интуиции. Интуиция – это то, что проецирует, так или иначе, из каких-то аспектов настоящего, известного, полную картину того, что еще неизвестно. Сны – это не работа интуиции. Сны – это работа ваших желаний. И в первую очередь сны отразяют то, чего вы хотите, и то, чего вы запрещаете себе хотеть по той или иной причине. И вот этот запрет желания поражает искажение в вашем сновидении. Итак, вы пишите «Мой бывший мужчина, я вас не переписываю на канве, ткань для вышивания». Здесь, я полагаю, можно говорить о контакте с мужчиной. То есть, бывший мужчина здесь – это не обязательно прямо-таки сексуальное желание. Бывший мужчина – это просто что-то, что вам нравится, что-то, чего вы хотите, что-то имеет для вас значение. Не обязательно именно сексуально. Значит, когда вы говорите, что во сне переписываете нас, вы хотите с ним контакта. Ну, скорее всего, сексуального. Может быть, другого. Я не склонен думать, что именно переписка на ткани – это именно символ сексуального желания, ибо сексуальное желание немножечко по-другому символизируется. Как я вам скажу. Даже сообщения технологически находят друг другу, даже если на канве. Здесь, я полагаю, можно говорить о том, что вы хотите, чтобы он вас понял. Вы хотите, чтобы вы друг друга поняли, потому что между вами возникло недопонимание. То есть, в данном случае сон отражает то, что ваше общение находится на уровне… на уровне непонимания и на уровне полной непроходимости смысла друг от друга, но при этом вы хотите, чтобы даже вот на таком совершенно невозможном уровне взаимодействия вы друг друга понимали, и поэтому во вашем сне вы друг друга понимаете. Далее. Женщина отправляет мне сообщение не писать ему, так как теперь он ее и беспокоить их не стоит. Ну, пожалуй, объективно, женщина здесь, конечно, соперничает, безусловно, но вопрос в том, какая эта женщина. Если это какая-то конкретная женщина, которая для вас действительно является соперницей, то это одно, но это может быть и ваша мать, которая не одобряет ваш выбор и которая говорит о том, что вам не стоит быть с этим человеком. Например, то есть вот природа женщины, природа женщины, ну, требует своего разъяснения. В частности, например, вас могут спросить, а вот с чем ассоциируется вас эта женщина? Вот как вот вы воспринимаете ее? И либо вы придете в своих ассоциациях к тому, что это действительно соперница, либо к тому, что это мать. И тогда получается, что вам хочется, чтобы ваша мама отговорила вас от того, чтобы вы были с этим мужчиной, потому что вы считаете, что она права в глубине души. Или вам хочется, чтобы она была права, чтобы вы сняли с себя ответственность за то, что у вас происходит. Далее, значит, на этом проснулось. Потом он сидел на сайте знакомств и поставил возраст на 5 лет старше своего истинного возраста. Я хочу кликнуть на его страницу, но технически не получается, и его страница исчезает. Не совсем понятно, что он это или нет, если вы проснулись, но... Значит так, если вы говорите о том, что он сидел на сайте знакомств, то здесь, я полагаю, вполне может быть ваше желание, во-первых, узнать его папа получше, это клик на его страницу. А вот что касается сайта знакомств, то здесь надо сказать, что вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе, и из-за этого, из-за того, что вы не уверены в себе, вам хочется, чтобы человек, как бы, был с другими женщинами, возможно. Но так, чтобы вы при этом чувствовали себя все же привязанной к нему, да, чтобы вы, как бы, все-таки его, вам нужно вот это, чтобы он вам постоянно доказывал, что он ваш. То есть, сознакомствует это желание доказать себе, что он все равно, несмотря на общение с другими женщинами, все равно он вас, все равно он принадлежит вам и никуда не денется. Значит, вы пишите, что в 8 утра сегодня представляется, что мой бывший приехал ко мне, значит, говорил холодно и игнорировал меня. Здесь, опять же, проявляется ваша такая вот неуверенность в себе, то есть вы допускаете, что по отношению к вам может быть реализовано такое вот поведение. И, возможно, даже в глубине души вам это поведение нравится. Возможно, в глубине души вам нравится поведение такое мужское, потому что это, опять же, снимает с вас определенную ответственность. Далее, значит, слуха произнес, что каждую неделю в моем госте. Ну, здесь, опять же, вам хочется, чтобы мужчина был поближе к вам. Ну, а слухость, это строгость, это, возможно, только вы хотите быть в отношениях. То есть в отношениях вы хотите быть, возможно, на правах ведомого. А потом пересек улицу и сел в автобус и уехал. Вот это вот символ сексуального желания. Мужчина зашел в помещение в какое-то вот замкнутое процесс, это символ сексуального желания. Вы хотите, соответственно, с ним интимных отношений. Я зову его, значит, ну, либо, знаете как, с ним в сексуальных отношениях, либо с вами, либо с другой женщиной. Но вам определенно хочется чего-то такого интимного. Я зову его, ну, опять же, зовете его, это, как бы, желание попросить помощи у него, да, то есть желание опереться на него, либо желание что-то донести до него какую-то мысль, потому что вы не понимаете друг друга. Вот, я бы хотел написать сообщение, но вижу, что он меня заблокировал. Ну, вот здесь, опять же, это вот в корне, это то, как вам видится отношение к себе со стороны мужчины, да, то есть вот он может вас блогировать, он может проявлять себя вот таким образом. Все это вам, возможно, хочется всего этого в глубине души. Вот, это вещь, сон, подсказка обессознательного или просто психологически. Это подсказка обессознательного, то, чего вы хотите. Да, каждый день, думаю, общаемся раз в неделю. Ну, вот, собственно, этот мужчина в вашем сознании и подсознании есть, с ним связаны ваши желания и, соответственно, эти желания реализуются вот так. Он хочет с ним большего контакта, хочется преодолеть недопонимание, вот, и все остальное то, что я вам сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пожалуйста, пишите в личку, буду рад помочь. Ну, если нужно сказать, что столкование сновидений и процесс длительный, нужно больше информации о вас, больше информации о том, что происходило непосредственно перед этими сновидениями, потому что, ну, вам приснились два сна и, соответственно, это не такой большой срок, ну, промедуток, с которым они вам приснились, с которой они вам приснились. И поэтому я полагаю, что ваша жизнь что-то поменялась. Может быть, возросло сексуальное желание, может быть, возросла потребность быть с ним, может быть, возросла потребность в духовном взаимодействии, то есть что-то вот случилось. И для более полного толкования сновидений нужно проанализировать именно то, что с вами происходило до первого сна и непосредственно в этом самом промедутке. Тогда можно будет более полно проанализировать то, что вы увидели. Потому что соль – это довольно сложная деятельность бесознательного, и ее нужно анализировать. И, опять же, нужно, чтобы вы были готовы анализировать, потому что при толковании снов могут быть выявлены очень неприятные вещи, которые вам, например, захочется, ну, отрицать. Желаю вам удачи, всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok